Мы, педагоги, с таким же нетерпением ждем лето, как и наши ученики. И нам кажется, что вот сейчас наступят каникулы, и мы займемся теми запланированными делами, что накопились за весь учебный год. Ну а в августе мы понимаем, что время прилетело, а толком не отдохнуть не успели, ни планы не удалось осуществить. Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему важно планировать свое время, как я воплощаю задуманное в реальность за время отпуска. Вот здесь вы видите все то, что я запланировала на это лето. Пройти курс по JavaScript, пройти курс по лексическому подходу, дойти до финала в конкурсе Top Blog, продолжить вести блог в ВКонтакте и Телеграм для учителей. Ну и, конечно же, отдохнуть. Я очень люблю планировать свою жизнь. Когда ты реализуешь самые смелые фантазии мечты, это очень мотивирует. Каждый год моя система планирования становится эффективнее. Я иду именно туда, куда я хочу, и делаю то, что реализует мои цели и желания. Планирование позволяет мне видеть главное в текущем времени, сосредотачиваться на той цели или мечте, которую я себе сейчас поставила. Я снижаю уровень стресса. Я заранее знаю, сколько времени, денег и других ресурсов мне необходимо для достижения моих целей. Я заранее знаю, когда это должно появиться и в каком количестве. Это существенно экономит мои нервные клетки. Я улучшаю свое здоровье. Ежедневно у меня запланирована утренняя зарядка и прогулка в парке. У меня на все хватает времени. Четкий план и выделение самых главных для результата целей позволяет держать мне фокус на тех 20% действий, которые дают 80% результатов. Я предлагаю вам не откладывать на завтра планирование своего замечательного и энергичного лета. Напишите в комментариях, какие планы у вас на лето.